В Ак-Тюбе ускоренными темпами идет подготовка к новому отопительному сезону. Так, в этом году акционерным обществом Ак-Тюбе Суэнерджи Групп запланирована работа на 15 участках тепловых сетей общей протяженностью около 3 километров. На это было выделено более 700 миллионов тенге. О том, где капитальный ремонт будет проведен в первую очередь, расскажет Джасан Джалбаков. В этом году планируется провести капитальный ремонт тепловых сетей в разных районах города. В частности, по проспектам Аблхаирхана, 312-й стрелковой дивизии, Альи Молдоголовы, на улицах Макаренко, Тургенева, а также в старой части города. На данный момент на двух участках строительной монтажной работы завершены. На восьми участках ведутся работы, на пяти ведутся подготовительные работы. Изношенные участки тепловой сети будут заменены на предварительно изолированные трубы полиэтиленовой оболочки. Теплоизоляционным слоем из полиуретона с гидрозащитным покрытием из полиэтилена для подземной прокладки. Применение трубы по полиэтиленовой изоляции позволит увеличить срок эксплуатации трубопровода. Наличность системы ОДК позволит контролировать целостность трубы без проведения земляных работ. На пяти участках еще ведутся подготовительные работы. Это по проспекту Али Молдоголовой, на улице Тургенева и в 11 микрорайоне. В целом планируется завершить работы на всех участках до 15 сентября. Также запланирован текущий ремонт, ремонт тепловых сетей 1-2 километра, 25 котельных, 6 насосных станций и 31 групповых элеваторных грузов, больше 9 топорной арматуры. В настоящий момент 9 котельных, отремонтированное оборудование составляет 36% из 6 насосных станций полностью оборудование, отремонтированное текущим ремонтом. По городу АТС ОНР группа осуществляет эксплуатацию 262 километра тепловых магистральных и распределений тепловых сетей. После завершения всех ремонтных работ специалистами совместно с акционерным обществом Актубе ТЭЦ будут проведены испытания тепловых сетей на готовность к отопительному сезону. Жасан Жолбаков, Душан Жасланов, телеканал Актубе. Жасан Жолбаков, Душан Жасланов, телеканал Атубе. Продолжение следует...